Я страшно долго искала, что сюда перенесли заседание. Пожалуйста, проходите. Да, пожалуйста. Вы свидетельница из 6 ЖЭКа, общественница. Что вы можете сказать по поводу этого всего? Я как общественница могу сказать очень много. Возьмем хотя бы сбор металлолома. Вы знаете, что ведь раньше это было очень просто, потому что дети собирали, что могли и сколько могли, приносили и сдавали в лом. А сейчас это все гораздо сложнее стало. Потому что сейчас каждая школа должна собрать такое-то количество лома за квартал. Понимаете ли, допустим, 10 тонн. Что делать? Знаете ли, две кастрюли и там сковородка из дома. Это же вопрос не решает. Правда, родители в полном отчаянии, потому что ни самоваров, ни вот этих кроватей железных больше нет. Так что, ну правда, одно время ребята выходили из положения, они снимали вот эти крышки, знаете, круглые от уличных колодцев. Это очень тяжелые такие. Они приносили, сдавали. Но сейчас это категорически запрещено. Нет, это потому что многие жители проваливаются туда и опаздывают на работу. Минуточку, минуточку. Простите, пожалуйста, все очень хорошо, но при чем тут музыка? Музыка абсолютно напряженная. Я даже не понимаю, что мы говорим о серьезных вещах. Значит, остается что? Радиаторы парового отопления. Это, конечно, легко, потому что все подъезды открыты, пожалуйста, вы приходите, там, выламывайте это все, отвинчивайте. Но здесь своя сложность, потому что можно отвинчивать только летом, пока не пустили кипяток. Понимаете ли? И потом, ну, дети, конечно, все это несут, тащат туда. Они же, понимаете, собираются. Это грязные вот эти все вещи, ржавые, искореженные. Они, значит, тащат все это в руках, на голове. Как могут, конечно, это все это портится. Это одежда, конечно, там рвется. Конечно, это обувь, ну, родители ночью. Они все зашьют, приведут в порядок, там, заштопают, что нужно. Но дети приходят в школу в таком виде, такие чумазые. Знаете, что просто некоторые педагоги даже вот не соглашаются, чтобы они сидели в классе. Это, конечно, неправильно, потому что можно, конечно, что каждая школа, в конце концов, должна приобрести там ацетон, керосин, всякие моющие средства. Потому что нельзя же, понимаете, лишать малышей из-за этого общего образования. Милочка, простите, пожалуйста, ну, может быть, по данному делу у вас есть какие-то конкретные данные? Да, конечно, конкретные, конечно, самые страшные данные, когда начинается конец квартала и конец соревнований. Знаете, тут уже, конечно, школа идет на все. Был недавно просто случай, когда малыши, значит, самое отстающее звено, они нашли под снегом запорожец, откопали, значит, его и принесли, сдали в лом. Ну, там, дорогой день пришел, правда, хозяин. Саша кричал, что это не металлолом, что это его машина, что в эти зимой, после зимы все машины в таком виде, что к техосмотру его запорожец будет блестеть, как огурчик. Ну, в общем, ребята сжались, над ним отдали, потому что уже как раз его завесили и приобщили к общему плану, и школа вышла на первое место. Ну, а Богословский, Богословский. Какой? Никита? Да, Никита Владимирович. Никита Богословский, ну, как же, вы тоже его знаете, да? Никита Богословский, ну, это, значит, ученик нашей школы из 5-го А, правда, действительно, вы о нем слышали, потому что действительно страшный хулиган, отчаянный. Но сейчас я должна вам просто сказать, вот, как общественное, я могу вам сказать, что сейчас его как раз бросили на макулатуру, и он совершенно переродился, просто стал другим человеком. Знаете, так что это... Так, я таким вот образом, давайте, вот, все, что я могла сказать, то, что я бы еще... Да, потому что вы знаете, что я просто должна бежать, как раз, да, и шестой вы свободны. Спасибо, благодарю вас. Спасибо.